Одним из самых ярких событий года, достойным упоминания сразу в нескольких номинациях, стали Дни Чуваши в Совете Федерации. Министры, руководители предприятий, депутаты работали в Верхней Палате три дня, успев за это время обсудить множество вопросов и внести ряд предложений. Все они связаны с развитием сельского хозяйства, промышленности, образования и культуры Чуваши. Глава Республики Михаил Игнатьев и спикер Госсовета Юрий Попов приняли участие в части субъекта Федерации. Вы знаете, вот настолько заинтересованно проходили заседания комитетов по обсуждению экономического и социального положения в Чуваши и других вопросов. Для сенаторов это просто вот такой содержательный предмет для разговора, понимания и выработки мер решений законодательных инициатив. И надо сказать, что Чуваши это один из интересных субъектов Федерации и очень много позитивного делается. Да, есть проблемы с бюджетом, да, скажем, сейчас есть проблемы в ряде отраслей экономики, но они общие для России. В то же время очень много таких новаторских подходов, интересных идей, которые мы постараемся сделать достоянием других субъектов Федерации. В 2013 году Актина расширялись и зарубежные связи. Удачно прошла презентация республики в посольстве Индии, с которой нас связывают давние отношения. Есть интерес, и наши предприятия участвовали не единожды в выставках, которые проходили в Индии. И мы видим, как серьезно развивается Вашистана. И, соответственно, надеемся, что будем взаимно полезны друг другу. Восстанавливается и укрепляется сотрудничество с Польшей, Австрией, Германией, Китаем, рядом других государств. Внешнеэкономическая деятельность превысила 300 миллионов долларов. В 2013 году наметились и новые перспективы. На русско-японском форуме в Москве обсудили возможности сотрудничества в сфере сельского и лесного хозяйства, рыборазведения, городского хозяйства, здравоохранения. Страна восходящего солнца намерена уделить пристальное внимание российским регионам. Чувашия со своей стороны готова к расширению деловых связей.